В сегодняшнем видео хочу рассмотреть такой замечательный фоторедактор, который называется Airbrush. Его основная особенность в том, что он позволяет делать ретушь портретных фотографий, удалять разные дефекты на коже и, кроме того, у него есть еще много встроенных фильтров. У меня он уже скачан на мой Android и я его открываю. Нас встречает первая страничка. Здесь можно либо включить камеру и сделать свое фото, либо зайти в библиотеку и выбрать фотографию со своего телефона. Давайте зайдем в библиотеку. И здесь есть уже само приложение нам предлагает несколько фотографий и моделей, на которых мы можем просто потренироваться, а я вам покажу, какие есть функции. Сразу оговорюсь, что у меня полная версия этого приложения, поэтому если у вас бесплатная версия, то некоторые функции будут недоступны в бесплатной версии. Но я пробегусь по всем инструментам и мы посмотрим, что здесь вообще можно делать. Итак, у нас есть самая нижняя панелька инструментов. Когда мы переключаем инструменты, у нас появляется вверху другая панель инструментов, которая относится именно к этому набору. Макияж – это уже такие встроенные фильтры. Есть фильтры, которые можно накладывать на фото. И в моих функциях можно просто выбрать функции, которыми чаще всего пользуетесь, и они будут у вас на своей панельке. Итак, начнем по порядку. У нас выбрана функция «Ретушь», и здесь у нас наверху есть разные кнопочки. Если мы возьмем «Магия», как видим, лицо уже преобразилось, и интенсивность этой функции можно менять ползунком. Как видите, очень хорошо мы поработали с лицом, все прыщики ушли. Можно выставить его так вот на серединку и применить. Но я хочу показать вам все-таки, как можно делать все вручную, поэтому я применять не буду. Идем дальше по порядку. Гладкость кожи. Здесь тоже есть свой набор инструментов. Интенсивно, не интенсивно. Размер кисточки, которую мы будем применять, и ластик, как и в других редакторах, он убирает то, что мы только что отредактировали. Я обычно пользуюсь неинтенсивно, потому что более естественная получается фотография. Так, мы можем пальцами расширить нашу фотографию и просто замазывать дефекты. Замазывать дефекты на коже. Но вообще-то вот в такой фотографии лучше начать не с гладкости, а выбрать функцию акне. Итак, мы расширяем лицо. У нас точечная функция, это акне. Мы просто берем и точечно применяем, убираем дефекты. И так нужно пройтись по всему, по всей коже лица. Все, что мы хотим убрать. Как видите, все легко убирается. Убирается. Как видите, кожа уже стала намного лучше. Применяем этот эффект, нажимаем галочку. А теперь пойдем в гладкость. Выберем неинтенсивно. И просто пройдемся. Можно, если мы будем на более крупном размере, то сама кисточка будет быстрее нам сглаживать неровности. Проходимся по всем участкам, которые мы хотим сгладить. По шее тоже. И после того, как нам результат понравился, мы нажимаем галочку. Следующая функция лицо. Но эта функция доступна в полной версии, в бесплатной версии. И она будет ограничена. И здесь мы видим тоже есть панелька инструмента. Мы можем регулировать все по порядку. Лицо. У нас есть подбородок. Если мы будем двигать ползунком, как видите, подбородок у нас меняется, вытягивается. Можем регулировать ширину лица. Глаза. Вот видите, глаза увеличиваются. Можно увеличить немножко. Расстояние, соответственно. Тут можно ничего не менять. Наклон. Можно вот так слегка их сделать. Нос. Нос. Вот здесь много есть регулировок. Например, длина носа, ширина носа, переносица, кончик носа. Таким образом. Дальше. Брови. Толщина бровей. Расположение. Расстояние. Расстояние бровей. Наклон бровей. Форма. Далее идут губы. Немного расположения меняется. Верхняя губа. Можно сделать губы толще. Нижняя губа. Применяем изменения. Дальше. Акны мы уже рассмотрели. Разгладить морщинки. Здесь идет как раз речь о глубоких морщинках. Вот давайте посмотрим вот здесь. Например, мы замажем слегка. Здесь слегка замажем. Здесь очень сильно замазывать не стоит. Чтобы лицо все-таки было естественным. Разгладили морщинки. Отбелить зубы. Вот интересная очень функция. Раздвинем на шой. Как видите, мы проводим по зубам. И они становятся беленькими. Очень хорошая функция. Вот смотрите, как девушка уже преобразилась. Далее. Выделить. Вот с этой функцией тоже нужно осторожнее. Потому что, чтобы не переборщить. Вот мы можем выделить глаза. И они становятся как будто бы немножко ярче. И также губы. Выделили. Консилер. Можем осветлить вот эти синяки под глазами. Ну-ка возьмем. Применим. И, ну, может быть вам не очень видно, но стало светлее лицо. Далее. Размер. Ну, это такая функция немножко непонятная. То есть, вот этот кружок вы куда-то ставите в какое-то место. И можете именно в конкретном этом месте увеличить или уменьшить размер. Ну, для нашей фотографии это сейчас не нужно. Хайлайтер. Позволяет нам тоже высветлить какие-то участки, например. Вот я провела по лбу. Он стал, видите, он стал намного светлее. И можно регулировать интенсивность этого. Если нам эффект не нравится, мы нажимаем стрелочку обратно. Ну, что мы можем здесь подсветить? Можем подсветить немножко под глазами опять. И сделать интенсивность чуть повыше. Здесь можем высветлить чуть-чуть. Сделаем наполовинку. Цвет волос. Здесь можно применять уже готовые фильтры и регулировать интенсивность этого цвета волос ползунком. Совсем высветлить. Либо оставить оригинал. Далее форма. Вот здесь, чтобы поменять форму, например, скул, мы пальцем проводим в ту сторону, куда мы хотим уменьшить. Вот подсказочка. Вот, например, я так провожу. И, как вы видите, скулы у нее уменьшаются. Уменьшаются. Таким образом. Пудра. Ну, пудра действует так же, как и пудра при макияже. То есть мы по лицу проводим, и оно становится матовым в этих местах. И также можно регулировать интенсивность нашей пудры. Размер. Это размер самой кисточки. Ластик. Это там, где мы провели. Можно все стереть. Блестки. Вот само приложение нам подсказывает, как это работает. Понятно. Там, где мы проведем нашей кисточкой, появятся блестки. Растянуть. Вот здесь тоже интересная функция. Мы вот эту область можем двигать, как нам нужно. И если мы хотим растянуть, то мы двигаем ползунок. Видите, лицо вытягивается вверх. Здесь главное не переборщить, чтобы все было естественно. Здесь есть подсказки. Если мы нажмем на знак вопроса, то программа нам покажет, что нужно делать с этой функцией, чтобы ее выполнить. Вот видите, растягиваем длину ног. Как здесь показано. Следующая функция. Тон кожи. Здесь мы можем выбрать цвет кожи. И если мы проведем по лицу, как видите, тон кожи меняется в этом месте, где мы провели. И интенсивность тоже можно регулировать. Я взяла другую фотографию, чтобы показать следующую вкладку. Поскольку предыдущая девушка была на белом фоне, я взяла специально другой фон. И перейдем во вкладку инструменты. Здесь у нас есть своя панелька инструментов. Боке. Как видите, боке нам делает вот такой интересный размытый фон. Причем мы можем выбирать фигурки, каким образом будет выглядеть это боке. И ползунком регулировать интенсивность этого боке. Студийный свет. Интересная функция. Мы вводим вот таким вот интересным инструментом. И он нам подсвечивает лицо с разных сторон. Как будто бы с той стороны, где расположен этот источник света. И его интенсивность тоже можем добавлять. Вот у девочки как раз лицо в тени. Можно добавить немножко этого света. Повернуть. Это просто поворот фотографии. И можно отразить по горизонтали. Обрезка. Стандартная функция, как и в большинстве редакторов. Мы можем выбрать размер, который нам обрежет фотографию. Цвета. Здесь интересная панелька инструментов. Вот смотрите. Если на нуле стоит, то это наша естественная фотография. Если мы регулируем, вот она нам оставляет красные цвета. А остальные все цвета делает черно-белыми. Возьмем другую. Выберем другой цвет, что он нам делает. Он оставляет только голубенькие цвета, но их тут почти что нет. А остальные все делает черно-белыми. И так можно играться с другими цветами. Интересная функция. Призма. Призма нам тоже делает размытие. Вот в кружочке у нас все четко. Изображение. Этот кружочек мы можем регулировать ползунком. Выставлять, где нам нужно. А все, что за пределами кружочка, размывается. Причем интенсивность этого размытия мы тоже можем регулировать ползунком. Настройки. Тоже, как в большинстве редакторов, здесь есть все необходимые настройки. Контраст. Резкость. Насыщенность цветов. Свет. Тени. Яркость. Температура. Выгорание. Такое выцветание фотографий. И зернистость. Если необходимо, можем вручную все настроить. Потом идет удаление объектов. Если мы будем вводить где-то. Ну, эта функция мне не нравится, как она работает. Она очень грубо удаляет. Что-то свое добавляет. Я ее обычно не пользуюсь. Размытие. Размытие. Тоже у нас есть здесь кисточка. Там, где мы проведем кисточкой, можем выбрать ее размер. Там, где мы проведем кисточкой, фотография будет размыта. И интенсивность тоже можем регулировать. И виньетка это либо затемняет, либо высветляет нам края фотографии. Вот такой вот у нас набор инструментов. Теперь перейдем ко вкладке макияж. Я взяла другую девушку, чтобы было яркое лицо на фотографии. И здесь есть встроенные фильтры. Бесплатные и платные. Вот, например, берем какой-нибудь фильтр и видим, как меняется лицо девушки. Интенсивность самого макияжа мы тоже можем менять. Либо очень яркий макияж, либо слабенький макияж. То есть, это уже встроенные фильтры. Алгоритм программы определяет, где находится лицо на фотографии и накладывает на него макияж. И следующая вкладка это фильтры. Здесь тоже есть бесплатные и платные. Мы выбираем какой-нибудь набор фильтров. И просто их применяем к своей фотографии. И также регулируем его интенсивность этого фильтра. Если нам этих фильтров оказалось мало, нажимаем на плюсик. Здесь можно выбрать бесплатные вкладочку. И загружаем набор фильтров, который нам понравился. Просто нажимаем на стрелочку вниз. И последняя вкладочка моей функции. Если мы здесь нажмем управление, можем выбрать те функции, которые мы чаще всего используем. И просто их добавить к себе на панельку. Например, часто используем обрезка, настройки. В ретуши, например, гладкость, отбелить и нажимаем галочку. И тогда, когда мы переходим в свои инструменты, здесь у нас своя личная панель инструментов. Вот такое приложение. Надеюсь, вам видео понравилось. Буду благодарна вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь.